Здравствуйте! В эфире первого мытищинского информационная программа «День» в студии Андрей Латынцев. Коротко о главных темах выпуска. Поддержка области. Какие медучреждения мытищат ремонтируют в этом году на средства регионального бюджета? Документы поданы. Кто из кандидатов примет участие в праймерис и планирует представлять интересы мытищинцев в Госдуме и региональном парламенте? Инновации в борьбе с отходами. На помощь жителям приходят фандоматы. Ну я думаю, что порядка ста таких фандоматов мы на территории области поставим в общественных территориях. Снова горят машины и горячими кадрами делятся очевидцы. Пожарные причинами. А теперь об этом и многом другом более подробно. Три медицинских учреждения отремонтируют в мытищах. Капитальные работы будут проведены по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы. Сегодня этот вопрос рассмотрели участники строительного дня. Обновить предстоит подстанцию скорой помощи, а также детское и взрослое инфекционные отделения. Входная группа. Входная группа входит. Отливы, подмостки, там же вот как раз водоотвод очень, я так понимаю, все вот из-за чего это. Вот это все вокруг здания что-то будем делать? Нет или только внутри? Только внутри и входная группа, где вот как раз главный вход. А вот то, что мы смотрели там, они тогда налепили из пластиковых сайдингов, все это ремонтируется? Да, да. Ну то есть мы не трогаем боксы, которые были отремонтированы ранее, там вот эти что целые. Ну понятно. А вот это все остальное, да, делаем. Больше всего в обновлении нуждается детский корпус. Там необходимо заменить полы, двери, системы канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также отремонтировать кровлю. Работы запланированы на этот год. Отходом вторую жизнь. В доме правительства региона презентовали роботизированную систему по сбору чистого вторичного сырья. Ее работу оценил глава региона Андрей Воробьев. Это так называемые фондоматы – устройства, позволяющие перерабатывать отходы. Пластиковые бутылки, минуя мусорное ведро, контейнер и сортировку тут же становятся вторичным сырьем для новых товаров. Сегодня в некоторых странах мира через фондоматы собирается до 2 миллиардов бутылок ежегодно, говорят представители компаний-разработчика. Крупный и инновационный проект для Подмосковья уже готов стартовать. До конца года фондоматы появятся в общественных местах Подмосковья. Мы планируем порядка 500 до конца года поставить в школах. Нам коллеги дали очень интересную информацию, что в Татарстане установленные фондоматы в школах отдельные, причем младшеклассники принесли до 5-6 тысяч бутылок. Представляете, сколько мусора было убрано ребенком с территории, пока он шел в школу. Поэтому мы планируем до 500 в школах, мы планируем до 300 в торговых сетях. Как все поймут этот принцип работы, я думаю, что это очень активно пойдет. А вот то, что касается общественных территорий, автовокзалов и так далее, я думаю, что порядка 100 таких фондоматов мы на территории области поставим в общественных территориях. Сначала автоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. За утилизацию отходов граждане получат вознаграждение. Фондомат будет выдавать чек с баллами, который можно будет отменять в магазинах и пунктах питания. Рассматривается и механизм монетизации за сданные отходы. Стало известно, кто планирует представлять интересы мытищенцев в Госдуме и региональном парламенте. Кандидаты от партии «Единая Россия» уже подали документы. Единый день голосования запланирован на 19 сентября. Но с начала праймери сон состоится в конце мая. Любой избиратель может принять в нем участие и определить, кто представит «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Мособлдуму. Одним из первых заявлений на участие в предварительном голосовании подал депутат Вячеслав Фомичев. Документы для участия в предварительном голосовании в региональный оргкомитет подал депутат Московской областной думы, член фракции «Единой России» Вячеслав Фомичев. Он планирует представлять интересы жителей городских округов Балашиха, Реутов и Мытища в Государственной думе Федерального собрания 8-го созыва. Сохранить исторические ценности – одно из приоритетных направлений для Вячеслава Фомичева. Так как я занимаюсь воспитательной работой среди молодежи, у меня военно-технический музей, я восстанавливаю старинные дома, усадьбы, то вижу, какие сейчас проблемы существуют. И, конечно, в надежде, что я, будучи депутатом Государственной думы, буду делать все возможное, чтобы решить, потому что это наше наследие, без прошлого нет нашего будущего. Прием документов продлится до 29 апреля. Предварительное голосование состоится с 24 по 30 мая. Напомним, оно будет электронным с подтверждением личности пользователей через портал Госуслуг. Также 30 мая в Московской области праймерис пройдет и в традиционной форме. По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России». Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Свою кандидатуру в качестве кандидата выдвинул и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Перепелицын. Он также примет участие в праймерис, как претендент на место в региональном законодательном собрании. На сегодняшний день только «Единая Россия» проводит праймерис, то есть дает возможность избирателям принять участие не только в выборах, но и в предшествующей им процедуре – выдвижении кандидатов, отметил в своем интервью Денис Перепелицын. Руководитель регионального исполнительного комитета также в будущем претендует на членство в Московской областной думе. Развитие городского округа Мытищи Денис Перепелицын назвал своей главной задачей. Несмотря на то, что город активно развивается, есть достаточно много проблем. Во-первых, это транспортная доступность, это развитие здравоохранения. У нас в силу того, что Мытищи очень активно развиваются, у нас нехватка мест в детских садах, нехватка мест в школах. Соответственно, это нужно дополнительное финансирование из бюджета Московской области. У нас очень много программ по промышленному развитию городского округа. Соответственно, тоже нужна поддержка на уровне законодательного собрания. Денис Перепелицын призвал жителей Подмосковья тоже проявить себя в предварительном голосовании. Он уточнил, что стать кандидатами от «Единой России» могут и граждане Российской Федерации, не состоящие в партии. Например, волонтеры, медики, общественники. Напомним, итоги праймерис будут подведены 1 июня. Юлия Федориненко, Денис Корнев, Первом и Тищенским. В праймерис примет участие и Михаил Мурзаков. Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа «Мытич» также прошел процедуру подачи документов. В Московской областной думе нового созыва он планирует представлять интересы мытищенцев и лобнинцев. Михаил Мурзаков в очередной раз принимает участие в предварительном голосовании «Единой России». В органах местного самоуправления он работает с 1996 года. Однако кандидатам в кандидаты на членство в Московской областной думе идет впервые. Михаил Мурзаков понимает, что последнее слово будет за избирателями, но в свою очередь считает такой шаг своим долгом. Причина, по его словам, в том, что решение важных для мытищенцев и лобнинцев вопросов находится на уровне субъекта федерации. Речь идет о таких сферах, как строительство, здравоохранение и образование. Проблемы в последней особенно волнуют депутата Совета депутатов городского округа Мытищи. Одна из профессий Михаила Мурзакова – учитель физкультуры. Он также отец шестерых детей. Нам нужны новые школы, нам нужно реконструировать многие старые школы. У нас бурно растущий город, нас становится больше. Приезжает молодежь, покупают квартиры, появляются дети. Нам очень важно опережающими темпами строить школы и детские сады. Это главная задача. Ну и, конечно же, здравоохранение. Восстанавливают наше отделение в нашей МГКБ. На каждой встрече, мне говорят об этом, и это тоже важнейшая задача. Работу в Комитете по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной думы Михаил Мурзаков видит своей специализацией. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Напомним, представители партии «Единая Россия» стали инициаторами создания движения общественной поддержки «Мы-Мытищи». И сегодня заработала электронная платформа с одноименным названием. Цель – поддержка и продвижение социально значимых инициатив, выдвинутых жителями округа. Многие из них уже размещены на сайте «Мы-Мытищи». И жители могут проголосовать за наиболее важную. По итогам голосования социально значимые инициативы начнут реализовывать. Зарегистрироваться на сайте очень просто. Необходимо лишь ввести свои данные и адрес. От каждого голоса зависит реализация проектов и инициатив и будущее городского округа. О социально значимых инициативах говорили и на предприятии «Стройперлит». Информация о новом движении вызвала большой интерес и стала главной темой обсуждения. Надежда Звягинсова продолжит тему. «Стройперлит» имеет многовековую историю. Предприятие было основано в 1884 году как кирпичный завод. В середине прошлого столетия происходит новый виток. Оно становится крупнейшим производителем в Европе вспученного перлитового песка. В настоящее время «Стройперлит» – одно из градообразующих предприятий. С его сотрудниками встретился руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Михаил Мурзаков. Они рассказали, как пережили режим самоизоляции. Гость напомнил, как важно вовремя привиться. Сам он сделал укол еще в первые дни испытания вакцины. «Было объявлено о наборе добровольцев. Мне первому пришло, но я предполагаю только почему. Потому что я человек достаточно возрастной. Видимо, там же нужно из каждой возрастной категории. Сомнений у меня не было вообще никаких. Я очень хотел как можно быстрее все это сделать». Также Михаил Мурзаков сообщил сотрудникам предприятия о создании движения общественной поддержки «Мы-Мы-Тище». Он назвал это событие знаковым. «Новая цифровая платформа. Возможность быстро связываться. Максимально будет сокращен срок от выдвижения социальной инициативы до ее реализации». Депутат призвал участников встречи присоединиться к движению. Тут же последовали предложения. Например, вернуть в микрорайон строитель стоматологический кабинет. Сейчас врачи этого профиля введут прием только в Перловке. «Жилым людям очень легко туда добраться. Очень тяжело. Значит, бесплатные рейсы отменили. Вот 27-й, 9-й ходили. Отменили почему-то бесплатные. Нет, сейчас только единицы у нас и шестерка бесплатные. А в Перловку доехать 27-й. У нас бесплатных мест нет. Ну что это такое вообще? Какой-то опрос издевательственный». Депутат пояснил, что решение этого вопроса находится на уровне Московской области. Но напомнил, что ускорить процессы можно, присоединившись к движению «Мы-Мытищи». Также Михаил Мужзаков со своей стороны пообещал поддержку в продвижении этой и других социальных инициатив, выдвинутых сотрудниками «Острой перлит». Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Смотрите во второй части выпуска. «Гаражи спасет амнистия», «Мытищинцы поддерживают новый закон». «Необходимость все-таки в своем кусочке своего места для своего личного счастья у человека всегда присутствует». Единый день вакцинации. Куда прийти за прививкой? Болезнь, от которой лечится десятилетиями. «Сейчас я практически не чувствую болезни как таковой, но я чувствую последствия болезни». Что рассказывают врачи и пациенты в день борьбы с туберкулезом? «Сейчас прямо, потом налево». «Отвлекаешься за рулем?» «Вот, посмотрите. Вот сюда?» «Считай, что тебя нет». Переключи внимание на дорогу. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Лайфхак МЧС Если ваш дом эвакуируют, помните, что вам сюда еще возвращаться. Защитите свое жилье от воды, огня, дыма и замыканий. Шаг 1. Закройте все окна и двери. Шаг 2. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 3. Выключите из розеток все электроприборы. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Шаг 1. Закройте все вентиляционные отверстия и водопроводные краны. Работаю в школе, чтобы дети были в безопасности, ну и чтобы я тоже была в безопасности. Это абсолютно обязательная процедура, которую должен пройти каждый. Ань, привет! Ой, привет! Дрюшка, смотри, есть два дыхания. Мы не знаем, где ушли. О, здорово! А сколько было? А сколько было? Дрюшка, смотри! О происшествиях. В мытищах снова горят машины. Эти кадры выложили в социальные сети жители Борисовки. Загорелся Volkswagen Polo. Автомобиль выгорел полностью. Пламя перекинулось на соседние автомобили. Их потушили вовремя. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. ЧП произошло и на улице Станционная поздно вечером. Водитель иномарки сбил 49-летнюю женщину. Переходила проезжая часть. Слева направо поход движения с подошелой. В зоне действия не регулируем пешеходного перехода. В результате наезда женщина получила серьезные травмы и была господизирована в больницу. В Госдуме приняли закон о долгожданной гаражной амнистии. Он позволит гражданам в течение пяти лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Речь идет о постройках, возведенных до 2004 года. В их отношении будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков. Закон вступит в силу с 1 сентября. Его действие коснется более чем трех с половиной миллионов россиян. Мы поинтересовались у мытищенцев, рады ли они новому закону. Мне легче на стоянке оставлять машину, чем покупать в собственность гараж. Да где они гаражи-то? А, которые вы имеете ввиду эти, старые? Если можно в собственность оформить, это здорово. Я думаю, те, кому нужны гаражи, люди, с радостью воспримут эту новость, потому что необходимость все-таки в своем кусочке своего места для своего личного счастья у человека всегда присутствует. Ну это хорошо, конечно, очень удобно. Тем более, я слышала бесплатно, это все будет. Все отлично, да. Парковок не хватает около дома. Переполнены улицы. На детских площадках машины стоят. Какое-то правовое поле будет все-таки. Вот. А иначе как? Могли снести там любое время. Двадцать шестого марта в Мытищах пройдет единый день вакцинации в МФЦ. Жители округа смогут пройти процедуру в многофункциональном центре по адресу Карла Маркса 4. Пункт будет работать с восьми утра до восьми вечера. Каждого пациента осмотрит терапевт. И в случае отсутствия противопоказаний будет введен первый компонент вакцины «Спутник Ви». Предварительно записываться на вакцинацию не нужно. Отметим, что в этот день прививочными пунктами станут 25 многофункциональных центров региона. На сегодняшний день вакцинировались свыше 400 тысяч жителей области и 13,5 тысяч мытищенцев. О вакцинации говорили и с представителями мытищенского общества глухих. Несмотря на ограничения по здоровью, эти люди живут насыщенной общественной жизнью. Поэтому формирование коллективного иммунитета стоит сейчас на первом месте. Алла Сталаева расскажет, почему так важно прививаться. Главной темой встречи с мытищенскими членами общественной организации инвалидов Всероссийское общество глухих стала вакцинация. На сегодняшний день в городском округе привито более 12 тысяч жителей. Пока эта цифра не высока, но количество желающих сделать прививку растет с каждым днем. Нужно приходить, нужно вакцинироваться. Тем более в нашем замечательном городе, в Мытищах, созданы все условия. У нас уже очень много пунктов прививок открыты. И в медицинских учреждениях, на предприятиях, в торговых центрах. Только приходите, позабочитесь о своем здоровье. В Мытищенскую городскую клиническую больницу за период пандемии поступило более 18 тысяч пациентов с коронавирусом со всей Московской области. Более полутора тысяч не справились с болезнью. Заведующая первой поликлиника Екатерина Суслова проинформировала участников встречи о главных правилах вакцинации и о борьбе с COVID-19 в муниципалитете. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет, предотвратить, остановить развитие дальше этой пандемии, необходимо вакцинировать больше 60% населения. Вакцинироваться можно в поликлиниках округа, а также в торговых центрах Фудели и Красный Кейт. Готовятся к открытию и 11-й пункт вакцинации в торгово-развлекательном центре Перловский на улице Селезнево, 33. Алла Сталаева, Денис Корнев, Первый Мытищенский. С начала года выявили три случая заболеваний туберкулезом. 45 мытищенцам такой диагноз был поставлен в прошлом году. 74 человека полностью излечились. Такие цифры озвучили в Мытищенском противотуберкулезном диспансере. Также рассказали, как протекает заболевание и каковы его первые признаки. Наш корреспондент продолжит тему. Григорий Лаврушин заболел туберкулезом 15 лет назад. Своего диагноза не стесняется и откровенно готов рассказать о болезни. Тем более в день борьбы с туберкулезом. О том, что у него это заболевание, узнал, когда появилась потливость, утомляемость и кашель. Диагноз поставил отец. Он в тезиатор. Лечение было тяжелое. Перенес несколько сложных операций. Главное, считает мужчина, вовремя начать лечение вместе со специалистами. Сейчас болезнь не протекает. Сейчас у меня не выделяются бактерии. Сейчас я практически не чувствую болезни как таковой. Но я чувствую последствия болезни. То есть у меня сейчас физические изменения, которые я получил в результате болезней, в результате хирургических операций и всего остального. Они, в общем, снизили уровень физической активности настолько значительно, что я плохо себя чувствую, будучи здоровым. Так скажем. То есть я инвалид сейчас. О палочке Коха практически все знает заведующая противотуберкулезным диспансером Ирина Тушева. Пациентов стало меньше, рассказывает доктор. В прошлом году выявили 45 новых случаев. 15 человек умерли. В этом диагноз поставили еще трем мытищенцам. Главное в лечении туберкулеза, которое растягивается на десятилетие, терпение, говорит доктор. Главное желание пациента – излечиться. В настоящее время в наличии имеются все противотуберкулезные препараты, включая самые новые и самые современные. Поэтому сроки лечения, конечно, сейчас сокращаются. Эффективность лечения стала заметно выше за последние три года. Что также связано с финансовым обеспечением в тезиатрической службы, с поставкой лекарств, с обеспечением лекарственным. Ну и, наверное, уровень врачей-фтезиатров тоже за последнее время повысился. Также нам помогает материально-техническая база, новое оборудование, компьютерные томографы. То есть, когда мы смотрим рентгеновский снимочек, мы видим одну картинку. Когда мы делаем компьютерную томографию, мы видим совершенно другой и большой процесс. Поэтому все вместе помогает нам достигнуть хороших результатов. Какие еще методы используют в лечении инфекционного заболевания в мытищах? Как пациенты с таким диагнозом переносят коронавирусную инфекцию? И почему важна профилактика? Об этом мы расскажем в рубрике «Актуальное интервью» на нашем канале. Она выйдет в эфир в ближайшее время. А уже завтра на нашем телеканале смотрите программу «Диалог с властью». В студии Первого мытищенского заместитель главы администрации Наталья Гречаная. Она расскажет о том, как в округе решается проблема с местами в детских садах, как выпускники готовятся к ЕГЭ и о качестве питания в школах. Свои вопросы вы можете направлять уже сейчас на электронную почту или звоните в прямой эфир. Напомню, начало программы в четверг, 25 марта в 20.00. Не пропустите. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого мытищенского. А также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Оставайтесь с нами и всего вам доброго. Величественные, могучие, молчаливые. Они стали безмолвными свидетелями миллионов судеб и жизней. Человеческий век короток, но они, кажется, будут существовать вечно. Мы отбираем лучшее, отсекаем лишнее и сохраняем память в вечности. Ведь только вечный камень поможет сохранить память о человеке, оставившем след на земле. Ваятель. Гранитная мастерская по производству надгробных памятников полного цикла. Низкие цены, скидки пенсионерам, изготовление точно и в срок. Лайфхак МЧС. Если вашу машину замело на трассе, обязательно сделайте это. Шаг первый. Следите, чтобы выхлопная труба не заледенела и ее не занесло снегом. Шаг второй. Угарный газ не имеет запаха. Поэтому прогревайте двигатель по 5 минут в час и оставляйте щелку на окне. Шаг третий. Умейте вовремя остановиться. Помните, чем мощнее джип, тем дальше помощь. Надо отметить, что часто пациенты приходят целыми семьями. Или прививается один из членов семьи, затем, посмотрев на себя реакцию, приводит своих родственников. Со стороны населения вы видели, что очень активно в обращении за вакцинацией. И есть понимание того, что это именно защита здоровья своего и жизни, и защита окружающих своих близких, и правильное отношение к вакцинации. В первую очередь у нас вакцинировались наши медицинские работники. Сейчас мы уже начали вакцинироваться те, которые переболели в первую волну. Я сама вчера сделала первый этап вакцинации. Первые сутки прошли нормально. Никаких явлений после вакцинации побочных не было. Перенесло очень хорошо. Второй этап у меня 25 марта. Не ставь в холодильник горячее блюдо, еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий, хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин